На почтовой марке изображен портрет Георгия Николаевича Флёрова и 114-й элемент периодической системы химических элементов, названный Флеровием в честь учёного. Только один день происходит гашение марки. Эта традиция зародилась в США в середине 19 века. Филателисты ждут подобного события. Ведь такого больше не будет, и надо успеть оказаться в нужное время в нужном месте. В случае с этой маркой в Наукограде Дубна. Событие уникальное. Почему уникальное? Потому что сам по себе вот этот сегодняшний момент гашения первой марки и первого конверта специальным штемпелем, который специально к этому дню был выпущен, это бывает один раз в истории. Такого больше не повторяется. Марка посвящена столетию со дня рождения выдающегося учёного. Георгий Флёров возглавлял лабораторию ядерных реакций в Объединённом институте ядерных исследований до 1990 года. Здесь под его руководством были синтезированы трансурановые элементы периодической системы химических элементов с номерами от 102 до 110. А ещё в 40-м году прошлого века вместе с Петер Жаком Флёров сделал фундаментальное открытие – спонтанное деление урана и был удостоен государственной премии. Не знаю, насколько это важно для филателистов, но для всего научного мира столетия удающегося учёного Георгия Николаевича – это, конечно, очень большое событие. Вы знаете, что как бы основной вклад в это событие нашей лаборатории уже внесён. Только-только периодическая таблица пополнилась новым 114-м элементом, который назван Флёровием, и это войдёт на века. Но, конечно, для нас это событие важно не только как юбилейное, это в определённой степени какая-то веха для развития нашей лаборатории, время подвести какие-то итоги и время думать, как мы будем развиваться дальше. Участники памятного гашения, представители Объединённого института ядерных исследований и администрации города оставили свои подписи на конвертах. А филателисты писали на так называемых конвертах первого дня свои адреса, в их числе Юрий Чернышёв, филателист с 50-летним стажем. Мы приехали из Москвы произвести это спецгашение и отправить почтой, потому что самое главное – это почтовое отправление. Не просто марка, а марка посланная. Многие в этот день сделали то же самое. Обошлось это в 21 рубль. Марка стоит 15 рублей и 6 конверт. С оттиском штемпеля первого дня гашения такая марка будет стоить гораздо дороже. Выпущена она тиражом 450 тысяч экземпляров. Первые марки с портретом Флёрова разошлись, как и полагается, в городе физиков – Дубне. Инна Орлова, Иван Васильев, Павел Лучинин. Филиал телеканала «Подмосковье» в Дубне.